Следующий вопрос. Подскажите, как поступить в семинарию, если благословения священник нашего храма в поселке не дает и вряд ли когда-нибудь даст? Я уже лет шесть посещаю храм, причащаюсь, исповедуюсь, а вот сыны не там. Недавно батюшка сказал, что ему тяжело и что он лучше пойдет подсобным рабочим на фабрику, чем с нами мучиться. Хоть сам говорит, что вы должны сами учиться петь, а он не обязан ничего делать и учить тоже. С матушкой посещают конкурсы, учат детей танцевать, а до церкви им дела нет. Я их дочь не раз не видел в церкви, зато танцами эротического характера на сцене, выступал у нас в клубе. Владыка не дает направления без благословения батюшки, какой-то замкнутый круг. Простите меня, я должен говорить о батюшке только хорошей, но не могу, не получается. Жена не хочет ходить в нашу церковь, сын тоже. Я только один стараюсь не обращать внимания и говорю себе, что все это гордость твоя. Ходи. Мне уже 39, с мертвой точки никак не сдвинусь. У нашего батюшки на все вопросы один ответ. Сейчас мало что напишут, а ты только верь. А когда спрашиваю, можно ли пойти учиться, он говорит, а смысл? Зачем? Тебе это надо? А в конце ты еще не готов. Я не знаю, почему ваш священник такую позицию занимает. Может быть, вы там единственный алтарник у него и отправлять вас учиться в семинарию с тем, чтобы потом приняли сан и куда-то уехали служить, а он останется опять один, может, в этом предпричине, я не знаю. Сложно сказать. А может быть, вам действительно, может быть, и не стоит это делать. Если, допустим, вот посмотреть на священника вашего, как на человека, который что-то там свое, да, это оно. А вдруг он действительно прав? Вдруг он не такой уж и плохой, вот даже как вы написали здесь про него? Вдруг на самом деле это какая-то некая пастырская забота? Так что здесь нужно семь раз отмерить и уже один раз отрезать. Ну, в крайнем случае, если у вас не ладится взаимоотношение с этим священником, ну, вы можете иногда посещать и другой храм, завести знакомство с другим священником и так далее. По крайней мере, даже с такой же претензией обратитесь к благочинному. Если вот то же, что вы мне написали, то же самое ему изложите, может быть, устно, а может быть, и письменно, что вот вы хотите, а батюшка направление вам не дает, ну, по какой-то там своей причине, вы можете это сделать. А там дальше вот видно будет, и благочинный как-то этот сигнал должен принять, ну, и если он никак не отреагирует, но есть, в конце концов, и архиерей, и к архиерею тоже можете обратиться. Вот. И я думаю, что ситуация эта все равно будет рассмотрена так или иначе, и к какому-то решению придут власти церковные. Вот. Помогай Господь. Ну, вообще, ваше желание поступить в семинарию и принять сан, служить, оно само по себе хорошее желание, неплохое. Вот. Только вы должны понимать, что это именно служить. Вот. То есть мы призываемся служить людям. Не люди нам, а мы их. Вот. И если вот с таким намерением вы идете, и вы хотите пойти, то преодолеете сложности, и Господь вас все равно призовет. В конце концов, может быть, вот эти трудности, которые вы сейчас преодолеваете, они промыслительны для вас. Вот если так вот заглянуть вот в будущее, может быть, лет через десять вы уже протеерей, да, и служите, и столкнулись с такими трудностями, с такими трудностями, которые вас повергли бы в отчаяние, может быть, в уныние какое-то, и вообще руки бы опустились. Но вы себе тогда скажете, а вот я так хотел, ведь это вот, я же стремился, я же стремился к этому, я преодолевал сложности, ведь Господь мне тогда, ведь через вот того священника моего, приходского, какие-то препятствия указывал, намекал мне, слушай, это же сложно. Ну смотри, точно ли ты хочешь? Ты уверен? Точно? А, ну раз уверен, ну давай. Вот это может вас как-то подбадривать потом. Так что помогай Господь.